Вторая книга «Параллепомен». Глава двадцать пятая. Амасия взошел на престол, когда ему было двадцать пять лет, и правил в Иерусалиме двадцать девять лет. Имя его матери было Ехаадан. Она была из Иерусалима. Он делал то, что в глазах Господа было праведно, но не был он предан ему всем сердцем. Когда упрочилась его власть, Амасия казнил слуг, которые убили его отца, но детей он не тронул. Поступив по заповеди Господней, записанной в книге закона Моисеева, «Родителей нельзя предавать смерти за их детей, ровно и дети не должны нести наказание за вину родителей. Приговорить человека к смертной казни можно лишь за его собственное преступление». Собрал Амасия весь народ и поставил над иудеями и вениаминитянами парадамых глав тысяч и глав сотен. Он сделал перепись всех мужчин от двадцати лет и старше и выяснил, что воинов, годных к военной службе, способных носить копье и щит, триста тысяч человек. Кроме того, царь нанял за сто талантов серебра, около трех с половиной тонн, сто тысяч храбрых воинов из числа израильтян. Но пришел к нему человек Божий и сказал, «Царь, не бери с собой в бой израильтян, потому что нет Господа у Израиля, нет его у сынов Ефремовых. Иди сам, действуй, сражайся смело, иначе Бог повергнет тебя пред врагом, потому что только Бог решает, спасти или погубить». Амасия возразил, «А как же сто талантов, что я потратил на израильское войско?» Человек Божий ответил, «Господь может даровать тебе гораздо больше». Тогда Амасия уволил со службы воинов, пришедших к нему из страны Ефрема, позволив им вернуться на свою родину. Те разгневались на Иудею и в негодовании отправились во Своясе. Амасия, собравшись с духом, повел народ свой в соляную долину, где уничтожил десять тысяч сынов Сеировых. Еще десять тысяч человек иудеи взяли в плен. Они привели их на вершину горы и сбросили оттуда. И все пленники разбились насмерть. Воины, которых Амасия не взял на войну и отослал обратно, стали нападать на города Иудеи от Самарии до Бетхарона. Там они убили три тысячи человек и взяли огромную добычу. Вернувшись с победы над Идумеями, Амасия принес с собой сиирских идолов и сделал их своими богами. Поклонялся им и воскурял благовоние. И Господь разгневался на Амасию. Он послал к Амасии пророка, чтобы тот сказал царю, «Зачем ты служишь этим богам, которые не смогли спасти от тебя свой народ?» Не успел он договорить, как царь перебил его. «Ож не царским ли советником тебя назначили? Замолчи, иначе поплатишься жизнью!» И пророк замолчал, лишь сказал напоследок, «Знаю, Бог решил погубить тебя, потому ты так и поступаешь и не слушаешь моего совета!» Посоветовавшись с приближенными, Амасия, царь Иудеи, отправил вестников к царю израильскому, Иоасу, сыну Иоахаза, внуку Иегу, чтобы передать ему, «Выходи, будем сражаться один на один!» Израильский царь Иоас ответил иудейскому царю Амасии так. «Отправил ливанский терновник гонцов к ливанскому кедру, «Выдай свою дочь за моего сына!» Да только пробежал по нему ливанский дикий зверь и растоптал терновник. «Ты думаешь, что разбил и дометян, и сердце твое возгордилось!» «Лучше сидеть дома в почете, чем навлекать на себя беду!» «И себя погубишь, и всю иудею!» Но не послушал его Амасия, ведь Бог попустил отдать иудеев в руки Иоаса за то, что они поклонялись богам Эдома. Иоас, царь израильский, и Амасия, царь иудеи, сошлись в бою при Бетшемише в Иудее. Иудеи потерпели поражение от израильтян и разбежались по своим шатрам. А самого царя иудейского Амасию, сына Иоаса, внука Иоахаза, пленил в Бетшемише израильский царь Иоас. Потом он привел его в Иерусалим и разрушил городскую стену от Ефремовых ворот и до угловых ворот протяженностью в четыреста локтей. Он захватил все серебро, золото и утварь, что хранились в храме Божьем под охраной Оветы дома, Взяв заложников и сокровища дворца, он вернулся в Самарию. Иудейский царь Амасия, сын Иоаса, пережил израильского царя Иоаса, сына Иоахаза на пятнадцать лет. Что же до прочих деяний Амасии, то не описаны ли они все от первого до последнего в книге царей Иудеи и Израиля? Когда Амасия отступил от Господа, против него составили заговор в Иерусалиме. Он бежал в Лохиш, но за ним послали убийц, и там его убили. Его тело привезли обратно на конях и похоронили с праатцами в городе Давидовом. Глава двадцать шестая. Тогда вместо Амасии весь народ Иудеи провозгласил царем его шестнадцатилетнего сына Азию. Он отстроил Элот и вернул его под власть Иудеи, уже после того, как царь Амасия упокоился с праатцами. Когда Азия взошел на престол, ему было шестнадцать лет, и он правил в Иерусалиме пятьдесят два года. Имя его матери было Ехалья. Она была из Иерусалима. Азия делал то, что в глазах Господа было праведно, так же, как и отец его Амасия. При жизни Захарии он искал Бога, поскольку пророк наставлял его жить, благоговея пред Богом. И пока царь искал Господа, Бог даровал ему успех. Он начал войну против филистимлен и разрушил стены Гата, Явне и Аждода. Он основал города вокруг Аждода и в других землях филистимлен. Бог помогал ему воевать против филистимлен, против арабов, обитавших в Гурбаале, и против меунитян. Амонитяне платили дань Азии. Слава о нем достигла Египта, потому что он стал могущественным. В Иерусалиме Азия воздвиг башни над угловыми воротами, воротами долины и на углу стены и укрепил ворота. И в пустыне он построил башни, высек в скалах много колодцев для воды, потому что владел многочисленными стадами скота в предгорьях и на равнине. Земледельцы и садовники были у него на горах и накормили. Ведь любил он земледелие. Было у Азии боеспособное войско, готовое к войне, разделенное на отряды определенной численности. Их список был составлен песцом Иеэлем и надзирателем Маасиёй. Войском командовал Хананья, один из царских вельмож. Всего глав родов среди воинов было 2600. Они командовали войском в 307 тысяч 500 могучих воинов, искусных в войне, готовых прийти на помощь царю. Азия снабжал все это войско щитами, копьями, шлемами, доспехами, луками и камнями для прощи. В Иерусалиме искусные мастера изготовили ему орудия для метания стрел и больших камней, и он установил их на башнях и в угловых бойницах стен. Имя его стало известно в далеких странах, потому что он жил под чудесной защитой, пока не утвердился на престоле. Но, утвердившись, он возгордился и обрек себя на гибель. Неверен был он Господу Богу своему. Сам вошел в храм Господень, чтобы сжечь благовоние на жертвенники для воскурений. За ним вошли священник Азарья и восемьдесят священников Господа, людей бесстрашных. Встали они перед царем Азией и сказали, «Не ты, Азия, должен воскурять благовоние Господу. Это дело священников, потомков Аарона, которые осветились для воскурения благовоний. Выйди из храма. Ты совершил преступление. Не будет тебе чести за это пред Господом». Азия, взяв в руки кодильницу для воскурений, разгневался. И как только разгневался Азия на священников, на лице у него проступила проказа. Это произошло на глазах у священников прямо в храме Господнем, возле жертвенника для воскурений. Посмотрели на него первосвященник Азарья и остальные священники, и увидели на лице его проказу. Стали они торопить его поскорее выйти из храма. Да он и сам спешил выйти, потому что поразил его Господь. До самой смерти царь Азия был болен проказой. Он жил в отдельном доме и был отлучен от храма Господнего. Сын его Иофам распоряжался всем во дворце и правил народом страны. Прочие же деяния Азии от первого до последнего описаны пророком Исаии, сыном Амоца. Азия отошел к праотцам. Его похоронили с ними на поле гробниц царских и говорили о нем. Он был прокаженный. Вместо него воцарился его сын Иофам. Псалтырь Псалом тринадцатый Руководитель ухора Псалом Давида Бога нет. Сами себе говорят безумцы. Все они развращены, отвратительное творят, и на доброе ни один из них не способен. Господь с неба смотрит на всех потомков Адама, желая видеть хоть одного, кто поступал бы разумно, хоть одного, кто стремился бы к Богу. Но все вероломны стали, все как один развратились. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели ничего не сознают все эти злодеи? Народ мой пожирают они, словно хлеб едят. Не думают они о Господе, не призывают Его молитвенно. А хватит же их страх великий, ибо Бог на стороне праведных. Насмехаетесь вы, злодеи, над чаянием человека смиренного, но прибежище его Господь. О, пришло бы Сиона избавление Израилю! Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль, когда Господь отвратит несчастье от народа своего. Первое послание апостола Павла Тимофею Глава пятая Со старцем всегда будь почтительным и говори с ним, как с отцом своим. С теми, кто младше тебя, обходись, как с братьями, с пожилыми женщинами, как с матерями, с молодыми, как с сестрами. Все увещания твои должны быть чистыми. Вдов почитай, особенно совсем одиноких. Если есть у вдовы дети и внуки, пусть учатся они прежде всего исполнять Богом возложенные на них обязанности в семье и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Настоящая вдова, даже оставшись в совершенном одиночестве, живет надеждою на Бога. Дни и ночи проводят в молитвах к Нему и просят Его о помощи. А та, что ищет одних только наслаждений, уже при жизни умерла. Предостерегай их от этого, чтобы жизнь их была безупречна. Кто о своих близких и особенно о домашних своих не печется, тот отрекся от веры. Хуже не верующего он. На попечение церкви берили же вдов, которым не меньше шестидесяти лет и которые были только однажды замужем. Такая вдова должна быть при этом известна своими добрыми делами. Тем, что сумела поднять детей, давала приют странникам, омывала ноги братьям во Христе, помогала тем, кто в беде. Короче, всегда старалась делать добро. Вдов, что помоложе, на попечение не бери. Страсти овладевают ими порой до такой степени, что они забывают Христа и только о том думают, как бы выйти замуж. Тем самым они нарушают данные ему прежде обеты, за что подвергаются справедливому осуждению. К тому же они привыкают к праздности, ходят из дома в дом и, будучи не только праздными, но болтливыми и любопытными, говорят то, о чем говорить не следует. Так что лучше бы уж молодые вдовы вновь выходили замуж, рожали детей, занимались домом и не давали врагам нашим никакого повода к злословию. А ведь некоторые уже сбились с пути и теперь идут за сатаной. Если у какой христианки есть в родне вдовы, пусть она помогает им, чтобы церковь не отягощалась этими заботами и могла помогать одиноким вдовам. Пресвитеров, которые хорошо заботятся о своей церкви, должны почитать особо и в первую очередь тех из них, которые все силы свои отдают проповеди и научению других. В Писании недаром сказано «Не мешай валу есть то, что молотит он». И еще работник должен быть вознагражден. Обвинений, когда речь о пресвитерах, не принимай, если не подтверждены они двумя-тремя свидетелями. А тех, кто в самом деле виновен, обличай, притом в поучение другим публично. Перед Богом, Христом и Иисусом и ангелами избранными заклинаю. Держись этих правил и действуй всегда без предубеждений, беспристрастно. Никого поспешно не рукополагай, и да не случится тебе стать соучастником в чужих грехах. Храни себя в чистоте. Пей впредь не одну только воду, а принимай и немного вина. На пользу это пойдет желудку твоему, и против частых твоих недугов поможет. Грехи иных людей бывают столь очевидны, что осуждаются еще даже до суда над ними. У других же грехи их открываются лишь со временем. То же и с добрыми делами. Одни явны, другие нет. Но и эти рано или поздно откроются. уши, будущем. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...